В Челябинске появится шесть новых двухуровневых развязок и два новых моста через реку Миас. Сегодня в мэрии рассматривали концепцию развития дорожной сети города на следующий год. Как будет строиться дублер Свердловского проспекта, насколько расширится улица Воровского и что ждет городской бор в районе Шершней, узнала Ксения Шумина. Дорожная революция в Челябинске стартовала в этом году. В асфальт закатали 5 миллиардов рублей. Открыли четыре новых объекта, запуск еще двух развязок намечен на декабрь. Однако на крупных путепроводах в часы пик по-прежнему пробки. В городе зарегистрировано 340 тысяч автомобилей и в дальнейшем их будет только больше. Глава администрации заверил, в следующем году строительство и ремонт дорог пойдут ускоренными темпами. Сумма бюджетных вложений в дорожное строительство в Челябинске будет не менее 5 миллиардов рублей. Но есть договоренности с губернатором, есть определенные проработки с федеральным центром. Концепция развития дорожной сети на 2011 год предполагает запуск двух мостов и шести двухуровневых развязок. Одна из важнейших – та, которая соединит улицы Братьев Кошириных и Свободы. Объект уже строится. А вот Воровского через несколько месяцев прибавит две полосы. И таким образом поток авто перейдет на уже расширенную улицу Красную. И здесь водителям не понадобится сворачивать на Свердловский проспект. Ведь будет построен новый путепровод через реку Миас, который рядом с торговым центром выйдет на Каслинскую. На протяжении всего Свердловского проспекта появляется дублирующая дорога, дублирующая магистраль, которая позволит совершенно нормальным образом проехать с севера, с юга на север, с севера на юг. Таким образом архитекторы придумали, как разгрузить от пробок главную магистраль города. Но Челябинск развивается не только в центре. Большой проблемой является загруженность дорог на северо-западе. Генплан развития территории еще в 1946 году предполагал соединить шершни с АМЗ через Бор. Но для этого придется вырубать многовековые сосны. Мы наоборот пытаемся сохранить, поэтому не этот вариант, не этот вариант мы не принимаем. Мы пытаемся пройти теми коридорами, которые существуют без реликтов. Владимир Олейников сообщил, что уже отправлены письма в Министерство экологической безопасности, Роспотребнадзор и службу по водным объектам. Эксперты должны высказать свое мнение. Возможно ли строительство новой автодороги через городскую Бору? Это сейчас обсуждается на самом высоком уровне. В мэрии заявляют, реликтовый лес представляет большую ценность для Челябинска. И в любом случае власти будут искать компромисс, который бы устроил и автомобилистов, и экологов.